Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, о камере Райха. Мне довелось как-то побывать в ней во Львовском мединституте. Помню, делали какие-то замеры состояния, обещали типа изменений в жизни, здоровья, но не заметила особых ощущений, только неприятные ощущения. Будет очень интересен, Ваш взгляд, на эту проблему действия камеры на человеке. Насколько я помню, камера Райха – это вы говорите об органической энергии, которую в свое время придумал Вильгельм Райх – оргогонная энергия. Он говорил, что она синего цвета, имеет статический разряд. Создавал он такие камеры, создавая процессы объединения металла и диэлектрика. То есть создавал их огромного размера, куда люди входили и так далее. Я могу сказать, как закончил Вильгельм Райх. Он закончил свою карьеру тем, что он очень популяризировал такую идею, такую задачу. Говоря о том, что люди выздоравливают, причем он говорил о том, что выздоравливают еще и создавая луч. Потом это нашло свои подтверждения якобы в современных вот таких идеях, связанных с пирамидальными построениями камер Райха. И даже есть целый ряд ученых, якобы ученых, психологов, особенно психотерапевтов, которые по сей день используют эти камеры. Но я могу сказать вам, в чем минус. Дело в том, что сам Вильгельм Райх закончил плохо. Его осудили и посадили в тюрьму. За что его посадили и за что осудили? Он говорил, что можно за счет этого вылечить человека и не вылечивал людей. Что в итоге приводило к тому, что люди жаловались и в итоге оказывались в плохом критическом состоянии здоровья. А посещения вот таких камер Райха у самого Вильгельма Райха были достаточно дорогие. Ну и в общем-то спустя годы я могу сказать, да, я был в камерах Райха, да, я был в этих пирамидах, которые должны помогать человеку. Если там какие-либо измененные состояния влияют на это на человека. Возможно в тех камерах, которые делал Райх, да. Но в тех камерах, в которых я бывал, этого состояния не было. Я могу сказать, что я ощущал в пирамидах. Когда я спускался в глубину пирамид, вот в пирамиду, которая находилась в Гизе, в Египте. Там есть открытые пирамиды, куда можно спускаться. Вот в тот момент, когда я спустился в самый низ пирамиды, что я начал ощущать? Будучи человеком очень тонкой душевной организации, которая ощущает энергию, я ощутил энергию смерти. То есть там я ощутил энергию, где жизни нет. Там была смерть. А что такое смерть? Если человек там находится, то он плавно умирает, становится старым. И жизнь прекращается. То есть если человек будет долго находиться в пирамиде, он очень быстро либо состарится, либо старый человек притормозит начало своей смерти. Таким образом мумификация некая такая происходит, по моему мнению. И там находится еще элементаль вот этой астральной энергии. Именно поэтому считалось, что человек, который попадает туда, может перейти в астральный путь, на ковчеге и так далее. Ну что-то в этом есть. Но я могу сказать, что те пирамиды, где мы были, после них появляются неприятности в жизни. Я просматривал каждого человека, который выходил из таких пирамид. И когда человек гулял или ходил где-либо, я видел, как у этого человека будут жизни неприятности. Кстати, пользуясь случаем, хочу вам сказать, что скорее всего на следующей неделе, в четверг, я проведу трансляцию. Она будет по закрытой ссылке, где каждый человек сможет мне задать вопрос какой-либо. Там выйду замуж, не выйду замуж, будут дети, не будет детей, там нужно делать бизнес, не нужно, чем мне заниматься, чем детям заниматься и так далее. И я отвечу на каждый вопрос индивидуально. Это будет совершенно безоплатно. И вы можете подключиться к этому до четверга. Мы сделаем такую рассылку, и вы сможете поучаствовать, все, кто захочет, ученики и не ученики, в задавании таких вопросов. Это такой вот ответы на вопросы теперь будет у нас периодически появляться. Почему? Потому что вы все равно хотите задавать вопросы мне, а мне все равно хочется вам как-то помогать. И я постараюсь именно этим заниматься, заниматься ответом на частные вопросы для тех людей, которые будут переходить по ссылке. Для этого обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно перейдите в форму подписки, обязательно зарегистрируйтесь на моем сайте duiko.guru, и мы вам сообщим, когда это будет. Дальше Ольга Манеро. А, ответил я, наверное, про камеру Райха. Ответ мой такой. Воздействие камеры на человека. Однозначно позитивное воздействие имеется, однозначно. Но сказать о том, что это может вылечить тяжелейшие заболевания, по моему мнению, нет. Я думаю, что, скорее всего, это может дать какой-то толчок в жизни, возможно, улучшение состояния, но, по моему мнению, более психоэмоционального.